Вот, если сказать, что такое Бали, описать. Ой, для меня это что-то нереальное, что-то сказочное. Правда, магический остров, как и говорят. Бали — это огонь. Бали — это рай. Бали. 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 Заеб... Давайте на чистоту. Бали со всех сторон обласкан вниманием тревел-блогеров. То есть, видео про этот остров их даже больше, чем нужно. И это будет еще одним в этом списке. С одним только отличием. Задача этого фильма — разобраться в феномене магнетизма Бали. Почему все так тащатся от этого острова? Почему даже одно название Бали вызывает священный трепет аудитории? Что это? Влияние инстаграм-фоточек? Или в этом острове действительно что-то есть? Большой выпуск про Бали. Погнали. Мы все знаем Бали благодаря сочным фоточкам и красивым видам. Но что стоит за всем этим и почему сюда каждый год приезжает 12 миллионов туристов? Попробуем разобраться в этом выпуске. А пока пару слов о транспорте, на котором я буду передвигаться по острову. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, что главный транспорт на Бали — это скутеры. Но мне этот вариант не очень подходит. Потому что, во-первых, у меня огромный чемодан. Во-вторых, куча пасочек. И со всем этим добром я собираюсь объехать добрую половину острова. Плюс сейчас сезон дождей. И промокнуть по дороге с техникой — это не самый лучший вариант, честно. Поэтому единственный выход — это автомобили. Для меня это одна из первостепенных вещей везде. И Бали здесь не исключение. На Бали я стал счастливым временным обладателем черной Тойоты Агея. 1,2 литра, автомат, но самое главное — узкий кузов. Специально для балийских дорог. Вообще, арендовать машину на Бали — это история, ну, не самая дешевая, если сравнивать с Европой, например. Здесь гораздо меньше прокатных компаний. Лучше всего тачку арендовать через проверенные сервисы. Заходите в суперудобное приложение или на сайт Economy Bookings. Вводите все нужные детали. Сервис ищет машину через своих партнеров. А вы просто выбираете автомобиль. В случае, если вы не говорите по-английски, боитесь, что по дороге может что-то произойти, и вам придется выяснять, что с ренталом, в Economy Bookings работает даже русскоязычная поддержка. Причем они работают по всему миру. И в Мадагаскаре, и в Ушвае, и даже на Бали, естественно. В общем, кликайте по ссылке в описании и получите еще минус 5% к уже и так выгодным ценам от Economy Bookings. Знакомство с Бали начинаем с полуострова Букит, известного своими обрывистыми склонами, вилами с эпичным видом и вот этим вот всем. Я могу продолжать, но давайте все-таки начнем с главного. В самом начале выпуска необходимо ответить на крайне важный вопрос, который наверняка волнует каждого. Как же все-таки правильно говорить? Бали или Бали? Возможно, сейчас кого-то разочарует, но правильно все-таки говорить Бали. Ударение на первый слог. Это особенности языков, которые распространены в Индонезии. Но ты же знаешь, как правильно говорить, я все равно совершаю ошибки, говорю Бали, потому что так как-то привычнее. Откровенно говоря, здесь никто на эту тему не заморачивается. И вообще, здесь никто не заморачивается, потому что мы на Бали, острове вечного лета. Температура круглый год здесь колеблется в районе 27 градусов тепла, а в океане можно купаться почти все время. Здесь нет зимы и всего два сезона, сухой и влажный. Причем дожди зачастую идут в основном ночью. Но мне, как обычно, повезло, и я приехал в адское пекло. Я приехал на Бали в начале декабря, и оказалось, что это самое жаркое время. Плюс 30, при относительной влажности 94%. В общем, я мокрый, как баллонка, и это состояние не проходит. Отчасти для этого и нужна машина. На улице парилка, а в машине кондиционер. Бали — это Индонезия. Вот, кстати, флаг... А, подождите, это флаг Польши. Вот так вот флаг Индонезии. Так вот, Бали — это Индонезия, но это как бы и не Индонезия. Здесь свой язык, своя собственная религия и даже свои законы. И все это на очень компактной по размерам территории. Бали — относительно небольшой остров. Примерно 160 км в ширину. Но проехать даже такое небольшое расстояние быстро не получится, потому что, во-первых, здесь практически нету прямых дорог. Все идет вот так вот. Во-вторых, здесь постоянные перепады высоты. Ты тут поднимаешься, то опускаешься. А в-третьих, это самое печальное, здесь адовый трафик. Совершенно дикое движение на дорогах — это одна из фишек Азии. И Бали здесь не исключение. Здесь гигантское количество мототранспорта, который выезжает из всех щелей, объезжает тебя со всех сторон, даже когда ты этого не ждешь. Очень узкие дороги и перекрестки, многие из которых вообще никак не регулируются, и транспорт разъезжается, ну, как-то по воле божьей. Основная твоя миссия за рулем — это не с комфортом доехать куда-то, а не зацепить ненароком проезжающий транспорт, которого здесь, ну, вот, прям очень много. И в первую очередь, это, естественно, касается скутеров. На них здесь часто ездят втроем, с детьми, а еще и перевозят практически любые негабаритные грузы. Ну, и самое главное — это правила на дороге. Их, ну, как бы почти нет. Все ездят как могут. В общем, ребята, если вдруг вы считаете, что у нас водители не уважают друг друга, как-то плохо, неаккуратно водят, приедьте вот, пожалуйста, на Бали. Я вам гарантирую, вера в нашего водителя вернется, потому что здесь все водят, ну, реально, кто как умеет. А с умением здесь очень слабо. В общем, честно, я несколько раз на дороге, ну, вот, реально чуть не посидел. То есть такое количество, ну, почти аварийных ситуаций происходит, что я, когда выхожу из машины, я облегченно вздыхаю. Мы двигаемся на самый юг полуострова Букит в район Ул-Вату, чтобы рассказать вам о первой причине, по которой все так любят Бали. И эта причина — серфинг. Серфинг на Бали — один из лучших в мире. Причем он хорош как для новичков, так и для профессионалов. Здесь отличные волны и самое главное — теплый океан. А это значит, что ты можешь еще больше времени проводить на доске, что многие здесь и делают дни напролет. Океан на Бали местами напоминает густой бульон с серферами. Я уделяю так много внимания серфингу, потому что именно благодаря серфингу и появился тот самый туристический Бали, который мы с вами знаем. Важная поправка — благодаря австралийскому серфингу. Серфинг очень сильно повлиял на развитие туристического Бали. В 60-70-х годах сюда попали австралийцы, увидели здешние волны, поняли, что кататься здесь прикольнее и гораздо дешевле, чем дома. И остались. Сейчас серфинг здесь — это огромная индустрия. Гигантское количество серферской рекламы, магазинов, кафе и всего, что связано с серфингом. Отдельная строка — это гостиницы для серферов, например, Улувату Сёрф Вилас. Этот комплекс находится прямо на склоне. Спустился по лесенке — и все. Ты почти на лайнапе. Есть даже легендарные серферские магазины, например, Дрифтер. В общем, Бали пропитан серфингом. Наверное, четверть всех людей, с кем мне довелось познакомиться на Бали, были так или иначе с ним связаны. Серфинг — это один из магнитов, который привлекает сюда новых людей. Я думаю, так, я хочу заняться серфингом. Ну где? Нужно лететь на Бали. И меня как-то так закружило, что я начала оттуда летать. Месяц в Украине, месяц там, месяц в Украине, месяц там. И уже через год я перевезла туда ребенка. Отдала ее там в школу, в первый класс. Построила небольшой отель. Все. И восемь лет. Что восемь лет? Восемь лет на Бали. Вот такой вот прикольный отельчик здесь построила Нина. Он называется Sun House. И все это отчасти благодаря серфингу. Серфинг здесь, ну это практически одна из религий. И я попробую вам сейчас это доказать. Я сейчас приехал к одной очень необычной семье. И эта семья напрямую связана с серфингом. Это Оля. Она живет на Бали уже 6 лет. А это ее муж. Профессиональный австралийский серфер Коби Абертон. Коби очень известен в серферских кругах. Рассел Кроу даже снимал о нем когда-то документальный фильм. Коби абсолютно безбашенный человек, потому что его специализация это Big Wave Surfing. То есть серфинг на больших волнах. Самая высокая волна, которую покорил Коби, была выше 22 метров. А это, ребята, восьмиэтажное здание. Но речь сегодня больше пойдет о сыне Коби и Оли, которого зовут Макуа. Ему 4 года, и вы не поверите, но он тоже серфер. Макуа, это гавайское имя в переводе Prince of the Ocean. И Коби все время, с того момента, как Малой родился, он все время Push the Limit. И мы с 6 месяцев, он моложе был в серфе. И у Коби такая, как цель, чтобы Макуа даже не знал о своей жизни без серфинга. Ребята взяли меня с собой на пляж Паданг-Паданг, где они обычно серфят всей семьей. И Макуа, естественно, тоже. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok, Я только не помню, что я помню. Когда я был ребенок, я покажу вам о шерфе. Я не знал ничего, шерф и футбол, так это было всё для меня. Я просто вернусь в это, где жизнь в своей жизни с этим, все эти телефоны и социальные меры. Я действительно хочу, чтобы у меня ребенка в футболе, и футбол, и все эти вещи. Потому что, эти дни, дети хотят быть везде, они не хотят быть везде, это не так. Это не так, чтобы жить. Так что, каждый вечер или вечером я беру моего сына для серфа. И, по-другому, это я счастливее, когда я серфирую с моими ребятами. Так что, это делает меня счастливее, и это делает моего сына счастливее. И моя жена, понимаете? Это очень круто. Что ж, пора показать вам, что эта парочка умеет делать в океане. Конечно, с первого раза не все получается. Как и, собственно, со второго. Но когда Макуа все-таки седлает волну, это выглядит просто офигенно. Охренеть! Родители говорят, что больше переживают за Макуа, когда он на земле, чем когда он в воде. Мой первый сенсет на Бали, он будет в обществе семейки серферов. И еще каких серферов. Вечером ребята взяли меня на один из крутых утесов в Бингене. Это топовое место для закатов. Я, к сожалению, не видел их очень много на Бали. Здесь довольно рано темнеет из-за близости экватора. Но вот этот был одним из самых красивых. Двигаемся дальше по острову и направляемся в район Чангу, Семиньяка и Куты. С виду это обычный индонезийский район. Типичные домики, плотная застройка. Но ситуация сильно меняется, если спуститься вниз. Первое, что замечаешь, так это то, что кругом здесь почти одни иностранцы. Конечно, можно подумать, что это исключительно отдыхающие, но потом ты видишь местные заведения и все становится на свои места. Заведения здесь слишком крутые и замороченные, чтобы быть индонезийскими и слишком разнообразные, чтобы вообще иметь принадлежность к какой-либо одной стране. Причем все это довольно сильно отличается от кафе в обычных курортных районах, где есть высокая сменяемость туристов. Здесь все стильно, демократично и прям очень тусовочно. Ощущение, что ты в каком-нибудь родном хипсовском районе, то есть все как надо. Смузи, модные люди, всякие фрешики гоняют. С одной только разницей, ты в Азии. Эту часть острова в шутку называют Болифорния. Здесь огромное количество крутых магазинов, крутых заведений, ресторанов, кафе, баров и самое главное, людей со всего мира, которые сюда в свое время пона приехали и здесь же пона оставались. Они привезли сюда свою культуру, привычки и еду и, как вы понимаете, все это начало в определенной степени менять облик острова. Раз уж мы заговорили о еде, то давайте на ней чуть-чуть остановимся. Я вообще ни разу не гастрокритик, но еда на Бали это отдельная история. Она тут, как правило, суперполезная, вкусная и ты сидишь в обычном кафе, пьешь свой, прости господи, флет-вайт, закусываешь какими-нибудь тостами с авокадо и прямо чувствуешь, как преисполняешься жизненной энергией. Все эти заведения были открыты иностранцами, австралийцам, американцам. В итоге здесь классная кухня, хороший сервис, сами заведения выглядят прикольные и чувствую тебя, что ты вообще не в Азии, а где-нибудь, не знаю, в Америке, в Канаде или в Австралии. Кроме австралийцев и американцев сюда также приезжает большое количество людей из стран бывшего Советского Союза, которые тоже открывают здесь заведения. Для тех, кому в тропиках тяжело без хинкали, здесь есть и грузинские рестораны. А вот ребята из Воронежа построили здесь заведение Тумуц, в котором кроме стильного интерьера есть еще одна изюминка. Многие нас знают как заведение, в котором только раз в неделю готовят сырники и кажется, весь остров ест на сырники во вторник здесь живая очередь, здесь не хватает вообще ничего, ни стульев, ни столов. Круто. То есть бизнес идет? Да. Здесь же по соседству есть веганский ресторан, 100% веганский ресторан, который открыли ребята, которые живут в Майами, но роды вообще не из Киргизии. И веганы. Три интересных совпадения. Ну, в общем, вы поняли. Иностранцы обустраивают на Бали свою жизнь, открывают рестораны, магазины или, например, вот такие вот залы кроссфита с нереальным видом. И это очень влияет на развитие современного Бали. Поэтому еще одной причиной, почему все так любят этот остров, я бы назвал его растущую мультикультурность. Бали сейчас это такой сплав из Азии, Америки, Австралии, а многие фишки здесь имеют чисто европейские корни. Например, отказ от пластика. То есть я вот пошел сейчас в мини-маркет, и вот какой пакет мне дали. В середине 2019 года на Бали запретили производство, импорт и продажу одноразовых изделий из пластика. Сюда входят не только пластиковые пакеты, а, например, трубочки для коктейлей или бутылки для воды. В хороших гостиницах они все из стекла. В ресторане дали еду с собой, не в пластиковом пакете, а он такой другой на ощупь. Оказалось, что это пакет из водорослей. Он разлагается в воде, его можно положить в воду, и он просто растает. Здесь, кстати, отличный вежливый персонал, который неплохо знает английский, что для этого региона тоже, в принципе, редкость. Но, несмотря на все вышесказанное, Бали – это все-таки Азия. И да, я снова про трафик. Простите, я про него буду часто говорить, потому что в районе Чангу и Куты он просто невозможный. Ты то продираешься по крайне узким улицам, это, кстати, одна из центральных магистралей, без шуток, то стоишь в длинных пробках. Поэтому, чтобы показать вам этот район, мне пришлось воспользоваться местным мото-убером. Такой способ реально в два раза быстрее, чем машина, потому что эти бойцы спокойно проезжают по переулкам и объезжают пробки. И поездка такая супер дешевая, то есть у меня вышло, не знаю, полтора доллара, наверное. Так что, в принципе, в рамках города передвигаться на таких мото-такси удобно. А для поездок по всему острову все-таки, мне кажется, нужна машина. В общем, я добрался до побережья и могу вам спокойно рассказать о море на Бали. Ну, то есть об океане. Если вы ищете белоснежный песок, чистейшее бирюзовое море и вот это вот все, то вам отлично подойдет Ямайка. Потому что большинство пляжей на Бали выглядит примерно вот так. Ну, не все, конечно. Здесь есть и ухоженные пляжи, например, Меласти Бич. Но вообще, если у вас в голове мальдивские пейзажи, то это, скорее всего, не про Бали. Во-первых, здесь почти всегда довольно сильные волны. Но, во-вторых, в сезон дождей здесь есть конкретная проблема с мусором, который сюда приносит океаном соседнего острова Ява. И здесь на пляжах даже иногда устанавливают таблички, где местные власти извиняются перед туристами за то, что мусора так много и его просто не успевают убирать. Поэтому многие на Бали предпочитают пляжные клубы с бассейнами. Большинство таких бич-клабов находится на побережье. Они все очень круто сделаны, тут куча приятных опций типа валет-паркинга. А в некоторые, например, в Финц-бич-клаб с камерой можно попасть только по предварительному договору о съемке. Побывать внутри я смог только в клубе Potato Head в Семеньяке. Вот, честно говоря, хотелось отложить камеру и залипнуть здесь на пару часов. Ну, то есть прямо очень круто. Еще один плюс таких клубов – это то, что за закатами можно наблюдать прямо из бассейна. А закаты на Бали, ну, вы сами понимаете. Особенно в сезон дождей. Небо, ну, вот просто взрывается красками. Правда, очень красиво. От красивого ненадолго перейдем к полезному, а именно к книгам. В каждую свою поездку я стараюсь брать с собой как минимум одну книгу. Но в этот раз я решил не мелочиться и взял с собой примерно 250 тысяч книг. И все они вот здесь. В приложении MyBook – это крупнейший сервис по подписке, где собраны очень много электронных и аудиокниг. И если вдруг вы потеряетесь в выборе, что обычно происходит? Подборки и советы от известных людей помогут вам найти хорошую книгу. Здесь, например, можно посмотреть, что на книжной полке у Сергея Минаева. Или, например, что недавно прочел Ян Гордиенко. Ну, а вдруг? Ну, как по мне, самая клевая фишка в MyBook – это синхронизация электронных и аудиокниг. Как эта штука работает, покажу на примере книги «Текст» Дмитрия Глуховского, которую я совершенно недавно прочел и могу вам ее смело рекомендовать. Ну, например, ты читаешь себе книгу и вдруг тебе нужно срочно куда-то выйти. Нажимаешь кнопку «Слушать» и книга продолжается на том же месте, только уже в аудио формате. Вставил наушники, занимаешься своими делами и при этом слушаешь книгу. Причем эта функция работает и в обратном направлении. Супер удобно! На самом деле, я очень рад, что у меня наконец-то появился книжный партнер. И я теперь лишний раз могу вам напомнить, что читать книги – это не только круто, но еще и полезно. Скачивайте приложение MyBook по ссылочке в описании, а по промокоду ПТУШКИН новые пользователи получат две бесплатные недели, а те, кто уже с MyBook – 25% скидку на подписку. Что еще нужно сказать про район Куты и Чангу, так это то, что здесь очень активная ночная жизнь. Куча тусовок, ну и много девушек, естественно. Не без этого. Очень много красивых, интересных женщин со всего мира. Очень, очень, очень красивых. Мне, как человеку, живущему в Киеве, в принципе, грех жаловаться. Но да, действительно, Бали порадовал в этом плане. Причем девушки, которые живут здесь, у них достаточно интересные профессии. Вот с этой француженкой, которую зовут Шира, я случайно познакомился в гостинице. Она профессиональный игрок в покер и живет на Бали последние несколько лет. Но, наверное, самый необычный род деятельности у Кристины. Она фотограф и фотографирует исключительно мужчин. Для сайта знакомств, чтобы найти себе пару. Им же нужны качественные фотографии. Для Tinder, что ли? Да, Tinder самый популярный. То есть у тебя мужики заказывают? Да, они конкретно приходят. Они прям пишут мне, привет, мне нужны фотки для Tinder. Как можно сделать, чтобы это было актуально в Tinder? Я говорю, лайфстал, там, в кафешке. Мы пьем кофе, прогуливаемся, типа, супер какие-то натуральные. И какой процент заказов у тебя по Tinder? Здесь, на Бали, 90%. 90%? Да. То есть мужики реально приезжают на Бали, чтобы сделать себе фотки для Tinder? Да. Потому что они приезжают, приезжают одни либо компании, им нужно найти себе девушку, нужен Tinder, они себя очень странно снимают, как-то там с подбородками тремя еще как-то. Я им делаю классное, у них очень много совпадений. То есть эффективность повышается, да? Да, 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 конечно. Личная жизнь налаживается, это классно. Вот такая вот полезная работа у Кристины. Вообще Бали – это одна из мировых столиц фриланса. Многие переезжают сюда и работают здесь удаленно. Ну и из-за того, что я работаю, ну не знаю, 2-3 часа в день, мне важно, чтобы люди вокруг тоже отдыхали. Потому что если я в Москве все работаю и учатся, мне вообще делать нечего. То есть там на фитнес сходил и все. А здесь вот как бы интересно, плюс люди меняются тоже интересно. Я в 40 странах был, и я считаю, что здесь комфортнее всего жить. Конечно, не сейчас, когда так жарко. А летом здесь вообще шикарно. Знаете, летом был? Летом здесь 23 вечера, 29 днем. Солнца, дождей нет, чистый океан, все шикарно. Еще одной причиной, по которой люди выбирают Бали, является относительная дешевизна жизни. Я напросился к ребятам в гости, чтобы посмотреть, какое жилье они снимают. Апартаменты двухэтажные, здесь 50 юнитов, территория, бассейн, даже тренажерка есть. И сколько это все удовольствие стоит? 900 долларов в месяц, если помесячно, посуточно. Я вот сейчас снял 2000 в сутки. Рублей это 30 долларов. Кристина снимает апартаменты за 600 долларов. Но вы только посмотрите, какой здесь вид открывается прямо из квартиры. Кроме бассейна, у нее в доме есть даже вот такой вот зал для занятий йогой. Можно проснуться с утра, встретить рассвет, подняться просто на третий этаж и заниматься йогой с таким потрясающим видом. Можно сказать, не выходя практически из дома, все находится на территории. Короче, тут можно просто ходить в гости и на этом сделать отдельную программу. Пока же я надеюсь, что вы сложили примерное представление о шумном районе Чангуси, и время двигаться дальше в центр страны. Этот район сильно отличается от того, что можно увидеть на побережье. Здесь немного другой климат, здесь все утопает в зелени, и мне кажется, что именно эти пейзажи многие представляют себе в голове, когда слышат слово Бали. Но перед этим я решил заехать в гости к Яше, с которым меня заочно познакомил Коля Серга. Яша с женой Катей живет здесь около 10 лет. Яшу в шутку называют президентом Бали, потому что он очень многих здесь знает, еще потому что у него на вилле часто останавливаются его друзья, многие из которых являются достаточно известными людьми. Кстати, эта огромная вилла сдается за 1000 долларов в сутки. Здесь несколько этажей, спа, 4 спальни и бассейн с нереальным видом на букит. Яша очень много знает про Бали, а также про людей, которые сюда приезжают и здесь живут. Приезжают, по-моему, все, а именно живет Макс Владеев. Он как раз живет на том районе, у него вилла прямо на берегу. Как бы Бали – это элитная психушка. Вот здесь все психи собираются, ну, в хорошем смысле. Здесь просто, ну, как заповедник необычных людей. Здесь люди, ну, люди творческие, им здесь нравится. А у них здесь сразу рассказать – рисовать, лучше писать начинать, стихи читать. Ну, здесь такие вибрации, что людям, ну, реально нравится здесь. Творческим людям. Я не скажу, каким-то другим там людям здесь не очень нравится. Регине Татаренко здесь точно нравится. Собственно, у Яши на вилле я впервые с ней и увиделся. Мы, кстати, с Региной до этого не были знакомы. Такое тоже случается. И вот получается, что остров Бали, вот мне еще одного человека подогнал. Спасибо ему. Я очень расстроена. Я очень расстроена, что вы познакомились наконец-то, потому что оказалось, что Петушкин гораздо образованнее меня. Слушай, у меня только один вопрос. Скажи, какие у тебя отношения с Бали? А мне сюда смотреть или на тебя? Какие у меня отношения с Бали? Ну, видимо, очень крепкие, если я приезжаю сюда уже четвертый раз. Это был серьезный ответ. А дальше Регина включила весь свой артистизм, шарм, отмочила пару шуточек. Ну, в общем, все как обычно. Мне интересно было послушать что-то про Убуд. И Яша, во-первых, дал полную социальную раскладку по его жителям, а во-вторых, немного развил мой глоссарий. Как мы называем их, там, трехглаза, отлетевшие, ну, просветленные люди. Это, там, йоги, кто ретрицентры делают, царагеды, фруктогеды, кто занимается эзотерическими, там, практиками, ректоры, там, сакральной геометрии. Здесь, которые эзотерические практики есть, они все здесь есть. Они, как правило, все находятся в центре острова. Это Убуд. Убуд – это маленькая деревня, но сейчас настолько это во всем мире стало популярно, вот это найти самого себя, просветление, что Убуд и 40 деревень вокруг него стал Убудом уже. Огромный плюс Бали в том, что он очень разнообразен. Если ты, например, устал от тусовочного Чангу, Кут и Семиньяка, ровно час езды, и ты в месте, где все вообще по-другому. Я, конечно, очень хотел сразу же вам показать столицу просветленных людей, но, честно говоря, не вытерпел, потому что очень хотел увидеть визитную карточку Бали – рисовые террасы. Поэтому я поехал чуть западнее, снял себе номер в эко-отеле, это очень популярная местная тема, ну и, собственно, дождался утра. Не думал, конечно, что такое возможно, но я в центре острова, и я утром одеваю кофту, потому что здесь довольно прохладно. Сейчас без пятаться и шесть, и мы отправляемся смотреть самые красивые рисовые террасы на Бали. Субтитры сделал DimaTorzok Утром, на рассвете, в этой дымке, эти террасы, во-первых, это ландшафтный дизайн высшего уровня, во-вторых, это просто боголепнейшее зрелище. Это, ну правда, достойно объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Очень бьютифуль. Некоторые рисовые террасы действительно являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Но здесь, на Бали, таким объектом являются не столько сами террасы, сколько система их ирригации. В общем, давайте разбираться. Рис в тропических странах всему голова. Его выращивание занимает 210 дней, и это, по счастливому совпадению, как раз длина балийского года. Ну, то есть, понимаете, насколько он здесь важен. Ну, вы уже имеете представление, как выглядят дороги на Бали, и совершенно очевидно, что никакая сельхозтехника по ним не проедет. Поэтому все работы делаются практически вручную. Каждый росток здесь сажается вручную. И это, на самом деле, тяжелейший труд. Ко всему прочему, рис очень требовательная культура, которой нужно очень много воды. И, в принципе, все ок, если у вас ровная поверхность. Но, как вы помните, здесь, на Бали, ровных поверхностей практически нет. Местность очень холмистая. Вот здесь на помощь крестьянам и приходят террасы. Причем, это не только фишка Бали. Такой вид земледелия применяется во многих странах, где есть горы и предгорья. Ну, а что удивительно, первый пример террасного земледелия, который был найден археологами, был найден на территории Кавказа. То есть первые такие сельскохозяйственные террасы, они появились на Кавказе. Но построить террасы – это полдела. Самое сложное – это подвести к таким многоуровневым полям воду. Такая сложная система ирригации здесь, на Бали, получила название Субак. Субак – это комплекс плотин, каналов, туннелей, которые подводят ресурсы реки или горного озера к террасам. Построить одному такую сложную систему практически невозможно. То есть крестьяне, не имея возможности построить такую сложную ирригационную систему в одиночку, объединяются, строят ее вместе. Потом каждый месяц сбрасываются для поддержания работоспособности, но при этом каждый возделывает свой собственный участок. В итоге мы имеем на Бали вот такую вот красоту. На многие из этих террас можно попасть за небольшую плату. И это однозначно нужно сделать, потому что эти ландшафты, пожалуй, самое красивое, что я видел на Бали. А самое главное, что кроме эстетики, террасы до сих пор выполняют свою главную функцию, которую они выполняли здесь и тысячу лет назад. Именно так выглядит рис, который только что убрали с поля. Теперь с чистой совестью можно двигаться в центр всех отлетевших и духовную столицу Бали – Убуд. Духовную составляющую я покажу вам чуть позже, а пока давайте познакомимся с городом. Здесь, как обычно, много стильных кафе, очень приветливый персонал, но вот что сразу бросается в глаза, так это огромное количество вегетарианских заведений, даже по балийским меркам. Так что, если вы вегетарианец, приезжайте в Убуд, здесь вас понимают. Убуд на балийском звучит как убат. Убат – это в переводе медицина, но медицина здесь, как вы понимаете, совсем непростая. В первую очередь – это йога. В Убуде просто колоссальное количество школ йоги на квадратный метр. Ну, их реально здесь очень много. А так как местность в районе крайне живописная, то йогой здесь действительно хочется заниматься. Знаете, в Убуде все эти места для занятия йогой, они настолько крутые, что, мне кажется, даже без занятий йогой у тебя откроется дзен, раскроются все чакры, и ты просветлишься буквально за час созерцание всех этих красот. Здесь практикуют не только йогу, но и такие нетрадиционные методы лечения, как, например, лечение звуком. В Убуде даже есть целый комплекс, который называется «Пирамецов Чи». Я случайно побывал на подобном сеансе, который называется «Саунд Хилинг». Смысл в следующем. Есть несколько хиллеров, ну то есть музыкантов, которые очень круто играют на совершенно разных музыкальных инструментах определенную музыку. А весь остальной народ лежит и как бы лечится, ну то есть чилит. Все это очень похоже на тихий час, но многие на таких группах саунд-хилинга очень расслабляются, и кому-то это действительно помогает. В общем, история такая, хотите верить, хотите нет, в Катманду у меня был сеанс лечения звуковыми чашами. Я на три минуты улетел очень далеко, вот правда. Вся эта штука теоретически она может работать, не знаю как на здоровье, но вот на расслабление так точно. Хороший вопрос, можно ли лечиться таким образом дома? Я думаю, что можно, нужна специальная музыка. Песни группы Сектор Газа вряд ли помогут. Ну и последнее про медицину. Самый распространенный способ лечения здесь – это балийский массаж. И так как я накануне довольно сильно потянул спину, то решил проверить этот способ лечения на себе. Я вообще дико боюсь щекотки, но в случае с этим массажем мне было скорее больно, чем щекотно. Массаж здесь – это, наверное, самая главная медицина. То есть люди сначала идут к массажисту, а потом уже, возможно, к доктору. Откуда я это знаю? Вот откуда. В общем, на Бали я попал в ДТП. Да, в меня въехал скутер, снес боковое зеркало, поцарапал машину и оставил приличную вмятину, после которой дверь достаточно плохо открывалась. Но это все как бы мелочи. Мужчина, который ехал на скутере, сильно ушиб ногу. И послушайте, что говорят его друзья. Что касается тачки, то она, естественно, была застрахована. И это первый раз, когда страховка, которую я всегда беру при бронировании, мне понадобилась. Самый главный челлендж был ездить по Бали без бокового зеркала. Это было крайне сложно, но я как-то по-балийски приловчился. И так как машина стала еще немного уже, то, в принципе, ездить по местным улочкам стало, ну, чуть-чуть проще. Обязательная точка к посещению в Убуде – это местный Манки Форест. Довольно красивое место, где живут сотни обезьян. И у тебя с ними здесь прямое взаимодействие. То есть они вообще ничего не стесняются и чувствуют себя здесь абсолютными хозяевами. В буквальном смысле залазят на голову и ножки свешивают. Но мне как-то больше зашел другой лес обезьян, который находится в 30 минутах езды от Убуда. Он менее туристический, здесь как-то более атмосферный. Балийские обезьяны, конечно, очень наглые. Вот это, например, стащило еду, на которой у меня были планы. Многие мне говорили, что нужно держать свои очки в кармане, потому что обезьяны их очень жестко воруют, а потом обменивают на бананы. Вот такая вот схема у них. Я провел тест с очками, и, возможно, мне так повезло, но конкретно этой обезьяне очки были абсолютно неинтересны. А вообще, конечно, Манки Форест абсолютно любой. Это место, которое стоит посетить. Можно даже ничего не делать, просто поставить камеру, и контент будет пилиться сам собой. В Убуде я нашел одно необычное заведение, которое называется Бали-дача. Это достаточно уютная локация, практически в джунглях. И попадая сюда, ты можешь без проблем нарисовать для себя портрет среднестатистического человека, который живет в Убуде. Бали-дача достаточно уникальное место. Здесь проходят чайные церемонии, где народ просто сидит и общается под чаек. Здесь занимаются йогой. Тут, естественно, есть веганское кафе, где даже делают борщ. И самое главное, здесь есть баня. Сделана она на балийский манер. Вот так вот выглядит купель. Блин, борщ, баня, я себя чувствую, как на Бёрденмене. Кстати, если вы не смотрели этот выпуск, он вот здесь. Дачу мне показывал Андрей, который работает здесь банщиком. Андрей сочетает в себе, в принципе, несочетаемые понятия. Он типичный сибиряк и при этом веган. Скажи, сколько бань? Две бани. На данный момент строим третью. То есть спрос есть? Конечно, конечно. Любят и американцы, и англичане, и австралийцы бывают. Но основная публика – это, естественно, русскоязычная часть Убуда. Многие приезжают сюда попариться, а некоторые – просто сделать красивые фоточки, что, в принципе, тоже окей, потому что мы на Бали. Честно говоря, уникальное место. Я даже не могу называть это ни клубом, ни… Ну, это правда какая-то дача, где есть много всяких разных активностей, какая-то суперинтересная тусовка, и, по-моему, она очень убутская. Здесь все немножечко просветленные. Самое интересное на даче происходит после захода солнца. Собирается достаточно большая тусовка. Тут устраивают фаер-шоу, выступают группы, диджеи. В общем, то, что называется, несется. Но при этом здесь вообще не продается алкоголь. То есть весь этот движ, как сейчас модно говорить, происходит даже не на спортивном, а на духовном. Тут просто посреди вечеринки люди стоят на гвоздях, а кто-то в сторонке спокойно медитирует. И это очень сильно контрастирует с тем, что происходит в Чангу, Куте и Семиньяке. Чем Убуд тебя взял? Убуд? Атмосфера. Я такого концентрата качественных людей не видел вообще в мире, в принципе, нигде. Мы поездили, помимо того, где жили, мы еще путешествовали. Я говорю про страны, только где мы жили годами. А те, где по полгода, три месяца, я не беру, мы очень много путешествовали. А качество именно людей, критисенция такая, мастеров, именно творческих. То есть Убуд – это творческая энергия. Здесь вперед ты летаешь с утра до вечера, тебе не надо ни курить, ни пить, ни наркотики. Ничего не нужно. Мы уже есть, а и то перестали практически. Фрукты, фрукты, фрукты уже. У меня кухня повара, я сам не ем, потому что ходишь, ходишь. Ну, не хочется. Хочется только фруктов. И переходишь на фрукторианство самостоятельно. Это происходит безусильно, офигенно просто. И это все здесь. Убуд и его окрестности – это такой духовный центр острова, который притягивает сюда разных людей. И это еще одна из причин, почему все так любят Бали. Здесь красиво, тихо, здесь своя энергетика, и многие приезжают сюда именно за вдохновением. Ну, это волшебный остров. Он имеет очень мощный какой-то такой свой вайп невероятный, неповторимый, вообще абсолютно неповторимый. Я много где был. Это место волшебное, правда. И я езжу туда периодически даже в такие творческие отпуски. Просто как бы закрываешься с музыкантами, с несколькими, например, и творишь, и все прям там, чтобы никто ничего не отвлекал. Группа «Сансей» записала на Бали один из альбомов. А песня «Снежная», которая сейчас играет, была тоже как раз написана на острове. Но мы двигаемся дальше к еще до животрепещущей теме и очень важной фишке Бали. Да, это гостиницы. Я, конечно, мог бы написать отели, но тогда бы не получилось вот этого вот интро. За время моего путешествия по Бали я побывал в десятки разных отелей. Я жил в номерах и за 25 долларов в сутки, и почти за 100. Снимал себе необычное жилье и баловался всякими местными приколами, типа завтрака в бассейне. Честно говоря, не самая практичная штука. Но зато они написали мое имя на овсянке. Я вообще очень ровно дышу на тему гостиниц, но балийскими отелями проникся даже я. Они здесь все какие-то прикольные. Тут есть и домики на дереве, в этом я, кстати, жил. Или, например, самолеты. Здесь планировался отель, но пока это просто старый Боинг, который стоит у кого-то на заднем дворе. Балийские отели берут в первую очередь своими видами. Вот такими, вот такими или даже вот такими. Как бы я спокойно не относился к любым отелям, но когда у тебя из ванны, не из ванной комнаты, а именно из ванны, видно свой собственный водопад, честно, даже я сдаюсь. Каким бы ты ни был снобом, но пару фотографий с такой ванной ты по-любому сделаешь. Самое интересное, что этот номер я снял случайно и за 88 долларов. И это была пятизвездочная гостиница. Не самая лучшая, но все-таки пятизвездочная. Так что на Бали можно снимать классное жилье даже за относительно небольшие деньги. Во всяком случае, у меня так получалось. Я покажу вам всего три отеля, но они будут достаточно интересными. Как вы уже поняли, начинаем мы с премиум сегмента. На Бали достаточно много люксовых отелей. Например, вот этот, который находится в Улувату, с головокружительным видом со скалы на океан. Но один из самых крутых отелей находится именно в Убуде. Важный момент, о котором нужно сказать, это то, что я не жил в этом отеле. В общем, впервые я позвонил в отель и попросил разрешение на съемку. Потому что обычно я снимаю номера, но здесь самый дешевый номер стоит около 600 долларов. Когда-то я уже снимал номер за 800 долларов в сутки. И это была легкая фиаско. Поэтому в этот раз я решил, что я буду жить где-нибудь подешевле. А сюда просто приеду посмотреть. Ну и поснимать. Итак, дамы и господа, добро пожаловать в Балийское Лухари. Этот отель называется Four Seasons Cyan. И это один из лучших отелей на Бали прямо сейчас. У него несколько наград, и он обычно входит в топ-10 гостиниц на острове. Визитная карточка отеля – вот это нереальное центральное здание, построенное в виде чаши для риса. Причем это здание было построено больше 20 лет назад, и оно до сих пор кажется крайне современным. Сам отель находится в такой небольшой и очень зеленой долине и полностью скрыт от посторонних глаз. Мне выделили менеджера и гольфкар, потому что территория здесь, ну, не маленькая. В гостинице есть свои собственные рисовые поля, собственный выход к реке, собственные рисовые террасы, бассейн, спа, еще бассейн. Бассейнов здесь, как вы понимаете, много. Теперь по поводу проживания. Здесь всего 60 номеров, 12 из которых – это апартаменты, а 48 – виллы. Виллы здесь стартуют от 1100 долларов за ночь, и цена обычно растет в зависимости от сезона. Причем, как сказал мне работник отеля, у них почти всегда 90% загрузка. Отель на самом деле небольшой, и его фишка – это скорее такое уединение и дзен при достаточно высоком сервисе. И все сделано для того, чтобы гости вообще не покидали территории, потому что здесь почти все есть. В общем, знаете, для меня эта роскошь – это такое давно забытое чувство со времен Решки, когда мы много катались по таким, ну, таким лухури-отелям. В моих сольных путешествиях все, конечно, по-другому, в первую очередь бюджеты. Но вот в частности на Бали я еще раз понял, что даже за относительно небольшие деньги можно найти действительно прикольные отели. Они, конечно, не будут настолько комфортными и роскошными, но в них может быть и другая изюминка. Именно такую гостиницу, если ее так вообще можно назвать, я нашел недалеко от Убуда. Она называется Bubble Hotel, и она очень необычная. В общем, да, я ночевал в этом отеле, и давайте расскажу, как здесь все встроено. Как уже понятно из названия, ты живешь вот в таком вот пузыре. Есть относительно небольшая прихожая и, собственно, спальня. Шар достаточно прочный, то есть скатиться в нем по склону не получится. Самое интересное – это то, как ты попадаешь внутрь. Ключей или карточек здесь нет, все двери на молниях, причем их нужно обязательно закрывать, то есть застегивать за собой, чтобы система компенсировала потерю воздуха и пузырь попросту не сдулся. А вот так вот выглядит спальня. Здесь нереальное эхо, ну потому что мы в куполе. Но на самом деле спать здесь прикольно. Во-первых, здесь постоянно снеживозу, потому что есть система вентиляции, которая надувает весь этот пузырь. И есть кондиционер. Поэтому спал я, правда, офигенно. Но самое главное – это возможность наблюдать рассвет, не вставая со своей кровати. Это потрясающе. Самый сок в том, что можно смотреть не только на рассветы, но и на звезды, если повезет с погодой. Кроме, собственно, пузыря, у тебя есть вот такой вот туалет и душ. В очень барийском стиле, без крыши, просто в кустиках. И несколько плюшек вроде джакузи и беседки, где можно залипнуть. На территории отеля штук восемь таких шаров, и они все находятся достаточно близко друг к другу. Я своих соседей не слышал, хотя предполагаю, что может быть и по-другому. Здесь все, конечно, далеко не идеально. У меня есть вопросы к персоналу. Сегодня утром не было воды вообще никакой, и я не смог принять душ. Но все эти минусы, они слегка перекрываются этим местом. И видно, что люди, которые строили этот отель, они, на самом деле, ну, они заморачивались. Он хорошо сделан. В общем, вдвоем, с подругой, потому что все-таки, наверное, это больше отель для пар. Здесь провести одну ночь, это прям незабываемое впечатление. Последнее, что хочу сказать, это то, что этот отель, он, в принципе, недорогой. 88 долларов я заплатил за одну ночь. За эти деньги в Швейцарии я себе брал кестхаус с общим душем и туалетом. А здесь у тебя частная территория. Ну, и виды, виды. Последний отель, который я хочу вам показать, возможно, не впечатлит вас своими условиями проживания. Но он хорош другим, а именно своими постоянными жителями. Это парк со слонами, где есть гостиница и можно остановиться на ночь. Здесь живет 32 слона и все они с другого индонезийского острова Суматра. Их завезли сюда на Бали для того, чтобы спасти. На Суматре до сих пор идет браконьерская добыча слоновой кости, а многие районы обитания слонов вырублены или застроены. Но, честно говоря, здесь на Бали слонам точно не хуже, чем на Суматре. А может быть даже и лучше. В июне 2019 года в стане слонов прибыло. К этой малой всего 5 месяцев, и она до делов смешная. Арджуна, это ее имя, как любой ребенок, во-первых, лезет со всеми знакомиться, а во-вторых, тянет все в рот. Ну, знаете, дети, они везде одинаковы. Блин, какая она нереальная. Малая, на самом деле, вообще ни разу не промах. Крайне ловко пыталась отжать мой рюкзак. Я вообще не знаю, зачем он ей понадобился. А когда поняла, что ей это не удастся, принялась за штатив, который лежал рядом. И вот тут у нее почти получилось. Короче, молодец, далеко пойдет. Малая сейчас совсем крохотная, она все исследует, ей все интересно. И, конечно, ей хочется что-то стащить из моего рюкзака. Какие они потешные, мама дорогая. Слоны, на самом деле, очень умные животные. У них есть самосознание, они различают свое отражение в зеркале. Они могут запоминать несколько нот, различают там звуки скрипки, фортепиано и так далее. И самое интересное, у них даже есть склоны к живописи. Есть слоны, которые рисуют. В этом парк-отеле есть одно необычное развлечение. Здесь можно помыть слона за 65 долларов. Слушайте, я знаю, что помыть кого-то за деньги звучит супер нелепо, но давайте дадим этой активности шанс. Когда я соглашался на эту авантюру, я еще не понимал, что это будет крайне непросто. Я хочу вам сказать, что мыть слона это вообще очень тяжелая работа. Во всяком случае, я вспотел гораздо больше, чем слон. Но вообще это очень прикольно, потому что объект кайфует и дает себя спокойно рассмотреть в деталях. И все эти штуки типа почесать, погладить. Короче, настоящий контактный зоопарк. Честно говоря, я замахался. И последнее, что я хочу сказать, кроме того, что этот парк совершенно потрясающий, и слоны-душки. Я хочу на самом деле разумеять миф о том, что слоны боятся мышей. Мы все знаем с детства эту байку, но на самом деле это неправда. Они не боятся мышей, а если же они кого-то боятся, то больше пчел. Я очень рад, что я приехал, потому что я вот лично сам кайфанул просто безумно. И место очень доброе, с хорошей энергетикой. Так что, если вдруг будете на Бали, это мой рекомендацион. Бали красивый и довольно разнообразный остров. Здесь есть джунгли, озера, водопады, вулканы, рисовые террасы. И места крайне фотогеничные, чем многие пользуются. То есть повсюду ты видишь людей, которые устраивают фотошабаши во славу инстаграма. И местное население научилось этим пользоваться. Здесь, во-первых, много фотозон, а во-вторых, больницы совсем не чураются брать за все это деньги. Наглядный пример – это расколотые ворота, символизирующие добро и зло. Они есть на острове и повсюду. Но для того, чтобы сфотографироваться возле очень раскрученных, которые находятся на въезде в гольф-клуб, нужно, во-первых, заплатить несколько долларов, а во-вторых, выстоять конкретную очередь. Мы сейчас стоим уже минуты 3-4 и еще не двинулись даже. Ну, то есть минут 20-30 как с куста, да? Думаю, минут 20 стоят точно. Но это только за счет того, что мы утром стоим, днем еще дольше стоят. Но это еще не все. Для того, чтобы здесь полетать на дроне, тоже нужно купить билет за 7 долларов. Это что-то совершенно уникальное, я такого нигде в мире не видел. Но с другой стороны, ты заплатил и летаешь с чистой совестью. Так что все честно. В общем, касатики. За этот полет я заплатил 7 баксов, так что вы должны его посмотреть. Крайне похожая история происходит и с местными водопадами. Суммы разные, но тебе все время приходится тянуться за кошельком. Мне не очень повезло с погодой и часть водопадов была похожа на грязевое месиво. Из прикольного и того, что мне удалось увидеть, это во-первых, водопад в пещере, а во-вторых, один из самых известных балийских водопадов – Сикумпул. Добраться до него – это вообще целый квест. Ты платишь 25 долларов. За эти деньги тебе дают гида на мопеде, который везет тебя вниз. Дорога сначала широкая, нормальная. Потом чуть уже. Потом еще уже. И в конце вот ты реально как в компьютерной игре на большой скорости несешься по узкой тропинке. Незабываемые впечатления. Но это естественно не все. И тебе нужно еще примерно 15 минут своим пешком спускаться вниз. Сикумпул – это, наверное, самый высокий водопад на Бали, около 80 метров в высоту. Рядом с ним находится еще один, тройной водопад – Фиджи. Местность здесь очень красивая, все утопает зелень. Но дожди в этом районе, особенно в это время года, случаются довольно часто. Так что, если ты добрался до водопада по хорошей погоде, это совсем не значит, что добираться назад – ты тоже будешь посоху. Ну, по итогу я вам скажу, поездка на водопады, похоже, была интереснее, чем сами водопады. Бали – это не один, а несколько островов. И если вдруг вам захочется красивых пляжей и красочных фотографий, можно съездить на соседний остров, который называется Нусапенида. Поездка туда – это не самый комфортный процесс. В паромном терминале, если его так вообще можно назвать, нет причала. И чтобы добраться до, собственно, парома, тебе нужно скидывать обувь и по старинке вброд шагать до судна. На самом острове все тоже не сладко. Дороги здесь еще уже и еще хуже, чем на Бали, поэтому мне пришлось взять местное такси. Но так уж получилось, что именно на этом острове находится, пожалуй, одна из самых главных природных достопримечательностей Бали. Вот этот киц или тираннозавр, у каждого он вызывает разные ассоциации, является, пожалуй, одной из самых узнаваемых точек Бали. На Нусапенида есть еще несколько прикольных мест. Практически все это пляжи, например, Броукин Бич – пляж в таком природном колодце, куда заходят океанические волны. Но мне, если честно, было жалко потраченного времени, потому что, чисто на мой взгляд, гораздо интереснее исследовать сам Бали, чем соседние острова. И кроме красот, у Бали есть еще один секретный компонент, который ты понимаешь, когда ездишь по острову и проезжаешь через обычные нетуристические деревни. А дороги здесь так устроены, что ты через них обычно проезжаешь. И этот секретный компонент – это местные люди. Основная причина, почему я здесь живу, потому что мне нравятся местные люди. Чтобы понять балийцев, нужно разобраться, что из себя представляет религия на Бали. Бали – это часть Индонезии, а Индонезия – это крупнейшая мусульманская страна в мире. Но религия на Бали не ислам, а такая смесь из буддизма, индуизма и анимизма. В общем, это такая уникальная религия, которая появится только на Бали и больше нигде в мире. Балийцы верят в богов, верят в духов предков и силы природы. Верят в то, что злые духи обитают в океане, а добрые – в горах. Именно поэтому самый высокий вулкан на Бали, Агунг, считается священной горой. Балийцы очень религиозны, соблюдают все свои праздники, а их больше двусот в году. Кроме этого, каждый день балиец делает подношения богам, которые называются Чананг. В коробочке с подношениями обычно находятся фрукты, рис, иногда сигареты и обязательно цветы. Часто это бархатцы. На острове специально высаживают целые поля бархатцев, потому что каждый день эти цветы используют в подношениях миллионы человек. Обычная балийская семья может тратить четверть своего бюджета на церемонии. Это очень важная часть жизни балийцев. И чтобы сделать подношения богам, люди прерывают работу, дела и совершают этот красивый ежедневный ритуал. Для церемоний также нужны храмы. И они есть в каждом балийском доме. Обычное дело, ты идешь себе по улочке, например, в Убуде, сворачиваешь во дворик, а там храм. Заходишь за угол и история повторяется. Ну вот ты заходишь сюда как в музей, а это на самом деле обычный дом. И таких домов тысячи. В каждой деревне у них реально во дворе круче, чем в некоторых музеях. Собственно, любая проездка по балийской деревне превращается в долгий мыслительный процесс, когда ты угадываешь, что перед тобой – дом или храм. Даже в маленьком ворунге, это ресторанчик или магазинчик, у тебя должен быть небольшой храмик, куда ты будешь делать каждый день подношения. Несколько раз в день. Обязательно. И даже я вот владелец, как иностранец с отелем, я тоже строю храм. То есть каждый раз ты открываешь бизнес, ты строишь для этого места. Перед тем, как ты начинаешь строить, ты делаешь церемонии. В итоге, балийцы, которые каждый день проводят очень красивые церемонии, которые верят в духов, верят в перерождение, оказываются в обычной жизни крайне приятными и очень добрыми людьми. А люди, как мы знаем, это очень важная составляющая твоего восприятия страны. Очень добрая. То есть, когда они улыбаются, это не потому, что им что-то от тебя нужно. Они просто искренне счастливые люди. И они везде все очень френдли. В общем, прикол бали в том, что этот остров исследовать и исследовать. И он очень разный. Он прям то, что называется многоуровневый. Вау. Ну а ты просто едешь и видишь храм. Вот просто. Храмы на Бали – это отдельная история. Их здесь не меньше 20 тысяч. И для них нужно выделять значительно более длительную поездку. Вау. 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 Такая концентрация храмов, особой религии, верующих людей и церемоний Приводит к тому, что Бали называют островом богов И немало людей верят во всякие мистические истории на острове Когда говорят остров богов, Бали это остров богов, это прям честно Скажи, пожалуйста, правда, что Бали он как бы выполняет, есть какая-то мистическая составляющая в этом? Сто процентов Здесь ведь сбываются все желания и очень проверяются хорошо люди, как ни странно Это правда? Да, ты знаешь, совершенно случайно я обидела свою подругу и повернувшись в другую сторону Дверь влетела мне прямо в нос Когда ты что-то говоришь плохое, тебе плохое возвращается Быстрая карма, да, очень быстрая карма На днях я тебе скажу вот так Мой товарищ, напарник сидел на стуле И вот ему почему-то прям захотелось встать и пересесть на другой Он пересаживается и на это место тут же падает кокос Да ладно Гуд карма Несмотря на все эти рассказы про мистику У меня вот никаких таких мистических историй не произошло Кроме того, что я попал в ДТП У меня барахлила техника, но такое случается И я случайно наступил на свои очки Они изрядно погнулись и носить их стало практически невозможно Поэтому я половину выпуска без очков Да Но все это обычные истории, которые случаются на съемках А у меня они случаются очень часто Поэтому никакой мистики я здесь не вижу Shit happens Я здесь, да, на Бали В свой день рождения я загадала себе мужа И муж появился буквально через месяц Уникальность острова в том, что я здесь 10 лет, наблюдаю многих людей Они приезжают Как происходит? Они меняют билеты, остаются, остаются, остаются и совсем остаются Либо возвращаются домой, хандра какая-то, опять возвращаются и остается здесь жить То есть очень сильно засасывает Я случайно сюда попал Занесло Поехал отдыхать после Филиппин Поэтому И остался Потом хотел улететь Улетел Но вернулся Но Бали крутое место Реально, магически Офигенный остров Вот такой вот остров Бали Один из тысяч островов в этом регионе Но в то же время очень самобытное место Со своей религией, жителями, пейзажами, атмосферой И своими легендами Все причины, перечисленные в этом выпуске Из-за которых, на мой взгляд, все больше и больше людей становятся фанатами Бали Конечно, не дают полной картины Я вот не фанат тропических стран Но и меня Бали чем-то зацепил Я даже думал о том, чтобы поменять билеты И такое со мной впервые Этот с виду маленький остров хранит в себе гораздо больше интересного, чем кажется на первый взгляд И это не только красоты, но и люди Я думаю, что именно поэтому многие возвращаются сюда каждый год Все любят Бали Все же ребята возвращаются каждый год Это же не кто-то там новый приезжает Раз кто-нибудь приехал, все, это традиция становится Они начинают все приезжать Некоторые по 4 раза в год приезжают Ребзя, перед тем, как я скажу свой итоговый вердикт по Бали Я бы хотел показать вам гостиницу, которую я совершенно случайно снял вчера Я знаю, что гостиниц в этом выпуске было слишком много Ну прям очень много Но обещаю это в последний раз Важный нюанс Эта гостишка стоила мне 75 долларов В общем да, я вчера за 75 баксов каким-то чудом снял себе настоящую виллу Я честно говоря офигеваю с ценой местное жилье Я может просто потому, что мне так везет Или потому, что еще низкий сезон Но вот правда, есть как есть Теперь касательно моего вывода по Бали Я бы сравнил Бали с таким многоэтажным зданием Который большинство знает благодаря красивому фасаду А те, кто приезжает сюда впервые, зачастую поднимаются только на первый этаж Хотя в этом здании гораздо больше этажей В общем, это все к тому, что Бали оказался значительно более сложным И таким многоуровневым, чем я ожидал Да, безусловно, это туристический курорт С огромным количеством очень красивых, разнообразных мест Здесь классные местные жители Но что еще интереснее Здесь огромное количество людей со всего мира Каждый из которых приносит сюда свою культуру Какие-то свои местные привычки И все это плавится в таком большом многокультурном котле И этот результат мы видим уже сейчас Но я думаю, он будет еще более интересным Где-то через 5, а может быть через 10 Мне почему-то кажется, что знакомство с Азией Лучше начинать именно с Бали Потому что Бали — это Азия Но она такая умеренная Здесь есть все эти азиатские штучки Но при всем при этом здесь очень много европейских вещей Всегда круто получать от страны больше, чем ты ожидал И это, наверное, моя история с Бали Я погнал собираться в аэропорт А вы путешествуйте Потому что оно по-прежнему того стоит Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok